он сам не переподключается к этим падают не умеет просто вечером только тебе за синическую подготовку к триму не буду спорить даже с оценкой то есть блин мы ничего не увидели толком зрители ничего не поняли скажу вам что скиф выиграл нидусом этого достаточно следующая карта у нас фокстрот фокстрот лагер всех пригласил опять не может зайти фокстрот 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 в новом не видно а по гугле там нужно похитрить это нужно особая уличная магия тогда у тебя все получится посмотрим как они отыграют на этой карте я в принципе ничем с честно не отличается от предыдущей на большому счету тоже большой main тоже натурал с рампой заметно да это одна из дисбалансных карт да но опять же видимо что скиф абсурдным не знают что это за карта и отправляет овера не на тот раз я так понимаю здесь же он ли кросс нет здесь четыре респауна я и в чем она им посмотрел на крайне левый респаун посмотри как там дефить вторую нычку какой широкий проход и посмотри какой проход у скива на вторую нычку не считая камней то есть видишь там рампа такая узенькая а слева очень большая на ней играл вчера паника против консула я это подметил подумал ё-моё если я играю процесс мне попадается такой респаун против меня играют зерк которые пытаются меня заражить я играю в ранний nexus и так далее так далее мысли просто нахлынули на меня и я я впал в панику он это отведел паника паника никак не прокомментировал то что ты в него впал от этом я стал в другую панику не будем развивать эту мусор ну да я только хотел что-то сказать такое пошлое не стану это просто стали наглядеть форшик с пантером вообще обалдели давненько не было шестих пулов которые это все убивают очень больно ну скиф скиф играет пятнадцатую хату BCY же будет защищаться ой щас не будет давать фотонку поставить нет коина дает драка между нахлы добывальщиками ну кстати дрончик немножко сильнее если правильно подмигривать пробкой плюх плюх надо сейчас потеряет пробку да в такой ситуации знаешь вот если так микрить так лучше не микрить вообще лучше увести уже подальше что он делает потому что он ни одного удара и не сделал минус пробка кстати говоря вот если дрончиком бить строючийся nexus с самого начала а то он снимает полностью все щиты с момента постройки nexus и 1 на 1 у нас по потерям потому что дрончик выезжал домой и фотонка его наказал за этот хитрый мужик лучше бы он бил nexus лучше бы он да или рядом хату и это прокси хату тоже интересно старенький билд скиф что то творит там тоже жалеешь что не бил лексус а ты не знаешь как старкрафт отключать чтобы не читать чтобы не высвечиваться что пишется или так нельзя нет это же игровой чатик между игроками ты можешь только отключить чтобы тебе не писали друзья в игру нет это я знаю шесть лингов у зерга он пошел на разведку проверяет прокси и найдет скорее всего сейчас нет не находит прокси пилончик в интересном месте бесивая его влепил там не найдет он параллельпоинту все время приходится мне сворачиваться и проверять не упал очередной растрим кстати это прокси старгейт на изо это же так ну мне кажется кстати находит ай 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 линк просто чудом не забежал а у него параллельпоинту не было забегать он просто рядышком пробегал очень обидно мог спалить всю систему почему я думаю что прокси старгейт потому что здесь два газа быстро добываются по три рабочих и такой ранний пилон не имея даже сделано вообще старгейт 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 100% у него газа нет вообще ну бесивай подтвердим мою догадку у него там кстати вот два линга а третий кстати не грызет посмотри вот теперь и третий грызет да нам 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 а видит содetz видит видит видят ависе я думаю что робот-уборщик не доложит работа борщик не сдаст посмотрите свой краска гик и он такой укол степи Я ничего не видел, я лучше поползу отсюда. Оверлорд палит пилон, палит пробку. Линги сразу же отправляются убивать все это дело. И это точно уже не прокси Старгейт. Я думаю, что пора больше заказывать кучу армии, потому что скоро линги дощекочут. Да, и он начнет смотреть сколько линдов да заказал. И все-таки Старгейт дома пошел. А, нет, прокси Старгейт в другом месте, интересно, он бесевая. Ну, 30 лингов, то как отбивать камни вот тут разрушиться? А, и зачем ты сказал это вслух? Ай-яй-яй, то есть, да, так вот у нас может быть. Да. Да не, не думаю. Тут у Эйлинги уже морфится. Ну, смотри, шкиль пошел, зерга дома, вылетает 8 моталисков. Нет? О, ну и сфармхаст мы сейчас делает, дропает сфармхастов, дроп сфармхастов на мейн. Не видитого протаз. Можно и так шутить. Ну и вот смотри. Красиво. Собственно, чиджи. Как там на Корее кричат? Ну да. Па-па-па. Все, нет рабов на Амэйне. И здесь рабы все сгрызают. Кстати, этого бессивая похода не видит. Чи-чи. И опять у них кидает, как мы вращаешь. 2. 0. Уверенно, уверенно скиф играет. Используя пейлингов. А это все из-за форэдж, я так и знаю. Форэджик сад бессивай, смотри, пишет, что он про камни даже не знал, что они там действуют. Ну, это, похуй, как не знать. Ну, да, проблемы индейцев. Ну, ты понял. Да. Тело самих индейцев. Как это говоря, залетел оракул. Вбивает к вину один на один. Вырезается дрончиков. А еще не все кончено, посмотри, оракул нарезает, конкретно. Да нет, все кончено. И это 2.0, скиф. Скиф выходит на уникало. Это будет дивизи. Это будет последнее было три на сегодня, да? А, ну, еще паника будет играть, просьбе сивая, я так понимаю. А, а то я как-то вообще весь такой расклеенный. Чувствую себя отвратительно, если честно. Смотри, есть тряпка. Спасибо твичу. Пишут здесь. Спасибо, это поддерживает нас, стримеров. Ну, это не ты чиноват. Это на самом деле все из меня. Мне уже поставили двойку. Написали замечание. Родители в школу. Родители в лас-хоп класс. Да. Будем обсуждать, что же это такое. Давай я, в общем, сейчас, буквально на пару минут, когда отойду, создаю следующую игру. Пускай пока черкают. Пускай пока черкают. Да, давай. Мы просто сделаем небольшой перег, я тоже отойду и включу какую-нибудь приятную музыку нашим зрителям. Какую-нибудь. Ну, что-нибудь, например. Что-нибудь такое. Небольшой перерыв. Будет третья решающая игра. А, нет, какая? Еще две игры впереди нас ждет. Да, мы господа. Первый рывчик. Первый рывчик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 свои первые матчапы за первое место в группе, что немаловажно. Ведь по нашей системе игрок, занявший первое место, будет играть с игроком, занявший второе место группы B. И начинают они черкать. Минус уже 4 карты. И как видите, это карты из нового сезона. Оба игрока не готовы начинать ЗВЗ матчап на них. И сейчас уникал черкает. Призадумался немного о великолепный зерк. Уникал великолепный, как называют его в рядах команды. Краб еще не подошел. Мой напарник по этому стримерскому делу. Еще раз прошу простить мой интернет и меня в частности за дисконнекты, за дропы, за лаги. Ну, тут я, в принципе, особо-то я ничего и не мог сделать. Определились с картой. Вот и краб появился. Пару минут просит он потратить время на телефон. Создавайте, приглашайте. Ждем инвайта. Виннеры будут сражаться. Пека. Пека, пека. Ну, надеюсь, все хорошо сейчас работает. Минус карусель от Скифа. И что у нас остается? Каталена, что ли, в очередной раз? Нет, она была вычеркнута. И я, как молния, прорезающая пространство и время, снова ворваюсь прямо в эфир. Как там у нас все? Все хорошо, ребята определились с картой. Скучали из меня? Да, скучали. Теперь кто-то вывышал правильный ответ. Каталена уже... Кто-то шел. Стояние ушло. Крыла ушло. Каталена ушла. Король, по-моему, Сэд Джон остался. Нет, минус станция была. Чаще. Чаще? Остается чаще. Чаще так чаще. Что, они хотят, чтобы мы создали? Не понимаю, если честно. Ну, давай я создам. Создай, да. Тут уже рука оттянутся к кнопочке. То будем долго ждать. Так. Иф. Вот инвайтик пришел от Краба. Иф и... И уникал. Два зерга. Финал ЗВЗ. Я все-таки угадал, как бы голосовал в голосовалке. Ну, имелось в виду финал вообще турнира. Пусть будет финал группы. Ну, финал турнира, это же он, Гоу и ЗВЗ. Гоу, Гоу, Гоу. Посмотрим на двух зергов. У Скифа очень богатая обойма интересных страт. У уникал богатая обойма не строить рабоводрочек. Но посмотрим, в ЗВЗ все-таки все немножко не так. Да, я думаю, не будут они халявить. Что, в принципе, хорошо для уникал, раз он не строит тронов. Да, потому что привычка постоянно подстраивать юнитов для ЗВЗ более правильна. Так. Включаем мы все менюшки. Бо-3. Здесь убираем. Все хорошо. Ну, видим, что уникал кликает. Получше. И не видим мы с вами шестого пола. Ну, не скажу, что лучше. И Скиф временами. Да, Скиф тоже поднажал. Показывает АПМчик. Прилетели оверлорды. На свидание. В центре карты. Все пока интересно очень даже. Да, он нам еще долго говорит об оверлордах. О бузиках. На какого из оверлордов нравится смотреть больше? Давай, на уникаловском. А я на Скифа смотрю. Он оранжевенький. Птички летают рядом. Если бы ты сказал, что на уникаловском, то я бы пошутил на тему протоса и сзади. Сзади все хорошо у уникала. Я правил оба. Ранний газ от уникала уже интереснее становится. Что это может быть? Быстрая скорость. А у Скифа пол. Ну, а кто раньше поставит газ в СВЗ достаточно важно. Во-первых, появятся муфы, первые бейлинги. Ну да. Ну вот и Скиф не отстает. Буквально через 15 игровых секунд ставит уже свой газ. Все зависит от микро-макро. Может быть и раньше будет накоплен газ у Зерга. А Скиф раньше закажет грейд. И такое бывает. Но все равно пока добежит. Это будет нивелировано в принципе. Впереди уникал на два дрона. Что немаловажно в начале игры. Пошли первые 6 лингов от Скифа. И оверлорд. Скиной. Да, пошел мув у уникала. Рабочие снимаются с газа. Четко, четко, четко. Один лишний немножко добыл. Ничего страшного. Мув пошел и от Скифа. Но рабочих он не убирает. Да, Скиф будет продолжать у былингов. Уникала ставил одного раба. Это какая-то хитрая страта. И спорочка в рабочих от уникала. Спорочка или плетка? Плетка, плетка, плетка. Сколько лингов? 6 на 8 по лингам. Нет, но уникал здесь, конечно, отобьется. Но тут бейлинги пошли. Пораньше чуть-чуть. И Скиф уже под натуралом бегает. Его тут, конечно, палят. Да, оно все зависит от микро, от того, как взорвутся бейлинги. Еще-еще бегут линги, прекрасно это видят. Да, по-хорошему уникалу сейчас отрезать и съесть этот кусочек лингов, который в стилоте стоит. Да, надо было бы как-то поставить, поразменить. Вторую плетку ставят. Уникал. Заворачивается 5 бейлингов, сейчас можно поймать их и скорость доделалась. Посмотри, как уникал здесь сейчас ловит. Да. Вот это с... Ай-яй-яй, бейлингов. Бейлингов, бейлингов сейчас. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И как отбиваться теперь? Да, есть пару плеток. Микрит плетками и кубинной укусить. Огромное количество было потеряно лингов. Но у них 16 есть шанс. Вот здесь неплохо взрывается один линг на одного бейлинга и еще выманивают. Да, не законтроливают сейчас хиф, уникал. Делает все, что может, и делает правильно в принципе. По ресурсам примерно одинаково теряют. Ну, еще свои бейлинги уже у уникал. Скиф понимает, что тут не пробить ему. И ставит хату. Ай-яй-яй. Уникал нельзя сейчас такого допускать. Потеря бейлинга, да. Да, уникал не может себе позволить сейчас поставить хату. Скиф будет просто максимально оттягивать и дыма врываться ему не нужно. Нужно просто не давать поставить хату. Я побежал тремя лингами вперед, уникал, посмотреть, что же происходит. Видит хату. Понимает, что ему нужно попытаться спуститься. Хотя в этот момент он добавляет раучварен. Как ты думаешь, это алым какой-то от зерга? Это 100% моя алым. И, честно говоря, я даже не знаю. Я бы попытался поставить хату. В принципе, бейлинги не так-то сильно и решают против раучей. Да, ну, как-то линге съедают голых рачей. И вот хата доделалась. По рабочим уникал впереди, но сейчас это быстро-быстро изменится. По идее в том, если уникал сейчас его не убьет в ближайшие минутки 3, то он проиграет эту игру. И снова бежит всеми лингами и чуть не врезался в одного бейлинга. Что ж ты делаешь? Плохой контроль. Как так-то? Я не понимаю, как можно так взрываться. Да. По ситуации нужно девайпица 1 на броню. Если уж так все плохо с микро, а с микро все плохо. Причем у обоих. Потери еще одного количества лингов. 37 уже лингов потерял на 20. Почему не пишут, сколько потеряло бейлинга? А лингов достаточно, чтобы их съесть. Феверлорда отдаст. Скиф отступил. Уникал то в принципе видит. Феверлорда больно. Плеер с обоих сторон, но Скифа чуть-чуть он будет. Ничего это даже. Намного раньше. Мне кажется, очень долго, кстати, не добывает хата. Да и по рабочим, как бы и Скиф не особо. Если бы уникал поставил хату, он бы не был в минусе. Да, да. И он идет ставить хату, он все-таки передумал. А линь, ну мне здесь, мне кажется, сейчас шпиль будет от Скифа. Ой, так и есть. Пошел шпиль. И это... Это очень плохо. Уникал нужно попытаться сейчас давить, да? Понимаешь, однобазовый шпиль это тоже не очень, потому что газ того не забывает. И вообще на второй не забывает. Ну да, 350 где-то газа сейчас у Скифа. Будет где-то 5 муталинсков и буквально там одна спорочка все решает. Надо уникалу постараться сейчас напрячь как можно сильнее. Вот успел бы он доплеток, но не успеет. Не успеет доплеток. Знаешь, по идее уникал должен муту подозревать, потому что вот кроме лингов, вот 10 минут, 11 минут, кроме лингов ничего нет. Значит, это нельзя так на плетке ломиться. Ой, нельзя. Он пытается наверх зайти, и на рампе на холд позицион бы стал бы. Ошибка, ошибка, ошибка. Ну да, если бы он стал бы на рампе на холд позицион, то его бы и било плетка. Но мне кажется, он был все равно лучше разменялся, чем его собаки окружили. И в итоге толком и шпиль не увидел, и 18 лингов сейчас в заказе. И мута сейчас пройдет. И линги сейчас хату отменят. К сожалению, уникал уже ничего не сделает здесь. Вот есть бейлинги, интересно сейчас. И отступает, мукс, есть этих врачей. А, там бейлинг есть один. Да, дождался пока бейлинги мрут. И сейчас... Ну, плетки хорошо стоят. В принципе, раучи держатся. Кевины нет, чтобы трансфюз кинуть. Э, линги съедают голых врачей без поддержки. Да ли не здесь там. Просто надо фокус хаты сделать сейчас. Что и делает скиф. Еще огромное количество лингов. На дотекание бежит. Даже мута ему не нужна, чтобы... Да. С это неожиданно. Я считал, что уникал уже немножко посильнее должен быть. Но все сказалось на самом деле вот... Размена. Размена в самом начале. Да и время инактива, конечно, пожарничают. Пытается плетка закопаться у Никола здесь где-то в рабочих. В итоге отбился как-то. Только плетка не закопалась. Отбился, отбился он. И хату не потерял. Думает, что у него все хорошо, а там сейчас мута прилетит. Да. Потерял уже 8 рабочих. Сколько квин? Одна квина. От мута нет вообще никакой защиты. Скапливать немножко муту? Да, мута будет 7 штук. Хотя есть у Никола лэйер. Причем мута держит в таком месте неправильном. Сейчас первый же линг спалит эту муту. Нельзя так делать. И видит, видит муту. И это, кстати, дает сейчас шанс быстренько-быстренько спорки влепить. Раз спорочка. Два спорочка. Три спорочка. Четыре. Все правильно. Надо попытаться раучами не на базу бежать, а в другую сторону. У нас мута так пытается ее зафокусить и отвлекается на всяких верлордов. Дело в том, что по земле просто сейчас эти спорки могут съесть линги. Оп, минус мута. А рачи стоять ничего не делают. Хель тут упадет. Хель спорка. И мута начинает здесь добивать хату. Отличная у нее позиция. Квенар нужно перекапывать спорку. Надо появиться возможность такая. Третья хата Ацкифа очень уверенно играет. В том, что тоже долгое время не играл, но крутить велосипед не разучился. Просто потому, что поздно среагировал, рачей не вовремя отправил отбивать спорку. Пошел Гидроден. Прогулялся туда-обратно, потерял рачей на ровном месте. Не дает и по рабочим ситуация печально очень сильно. 43 на 17 мута залетает на мейн. Еще ловит несколько каверлордов. Тут хорошо 3 квены. Отличный контроль. Как правило, все равно выигрывает зеркалу, которую я мута. Даже если там достаточно гидры, все равно мобильнее ее не дает. Ни контроль карты, ни нормально перемещаться. Минус квена, минус эволюционная камера. Ой-ой-ой-ой. Под спорками так тоже, вот не стоит драться. Минус несколько муты. Пишет несколько сказать знаков, скиф. Это такой боевой клич такой. Боевой клич, да, такой. Выходи. Выходи, гад. Выходи, подлый трус. Что там у Никола такой? Не, 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 я пока под спорочками посижу. Дальность гидры пошла. Точнее, нет. Плюс 2 на атаку, и вот сейчас дальность для гидры, на гидры. Гидра всего 4 штуки, походу. Понимаю, что это спорное решение. Опять же, вот, но не хватит ему газа, чтобы сделать гидры столько, чтобы сражаться с мутой. Может, стоило попытаться с инфесторами что-то сделать? Пытаются сейчас гидраден забрать. И рабочих-то куда-то повел. Ё-моё, гидраден забирает. Спорки далеко. Великолепно, но скиф находит позицию. Почему гидра не идет отбивать? Гидра очень поздно приходит, и минус гидра, минус грейд, который был на дальность, приходится восстанавливать гидраден в более удачном месте. У скифа уже начинает работать третье. У скифа ресурсов скопилось сумасшедшее количество. И при этом 100 лимитов всего. Пауза от скифа. Опять же, проблема с макро-менеджментом. По рабочим, да, все печально. Не знаю, как тут надо тащить. Я говорю сейчас про скифа, потому что у него почти 2к ресурсов, и при этом 100 лимитов. Ну да, у него и газы, и минералы, все в достатке. Но, в принципе, он не особо напрягается. Я думаю, он понимает, что игра за ним. Что он контролирует всю карту. Отлично развешенный ворлорд. Мута харасит, напрягает. Три-батспасти, какие-то такие, знаешь, контратаки лингами. Очень правильные. Когда вот мута не дома. Ну да, забегания какие-то. Ну успевает как-то Юникал еще немножко дронится. Потому что на равных вот так вот играть и не вытащит. Он не знает, походу, про третью. Уникалс, да. Ничего не знает про третью. Но должен подозревать. Должен. Сейчас. Потому что Уникалс все-таки, что можно игроку, если не ошибаюсь. Пошла четвертая. Все правильно делать с Киев. Пошли Раучи. Отдаться. Врачи только один играет на атаку и все. Реально для двадцатой минуты игры, конечно. Еще один из муталей. В продакшене. Итого двадцать один муталейск против четырех гидролейсков. Несерьезно. Плюс 20 лингов заказывает. Ну, Скиев. Да, сейчас Скиев идет в финальную атаку. Вот Уникалс проверяет наличие третьей. Видит, что она раскачана просто на сто процентов. Четвертую сейчас увидит. Нет, не решается. Даже боится подумать о том, что она может быть. Понятно? Она-то есть. Ну, фактически ее нет, но ничто не помешает ее все-таки захватить Скифу. Вот еще несколько гидралов вышло. Шестнадцать в итоге гидралов на двадцать один муталейск. Есть поддержка Квин. Хороший ресурс. Надо с Квиной идти. Вперед. Без шансов все равно, потому что гидра убивается бейлингами просто в ноль. И бейлинги как раз идут на эту гидру и посмотри. Даже мута не понадобилась. Да. Красиво. Скиф отыгрывает в сегодняшнем игровом дне. Я когда-то давно тоже так попадал. Нельзя играть в бейлинг. Бейлинг. И тут все взрывается. Минус вторая хата. Один ноль. Скиф очень уверенно играет. Смотри, там даже у него в продакшене уже был этот ультра, ультралис каверн. Там. Неожиданно, кстати. Вот для меня неожиданно, по-другому. Я ожидал, что у Никол посильнее будет. Так, следующая карусель. С одни и те же карты у нас, по-моему. Ну, ребята на новых картах не хотят играть. Так, это приглашение уже там. Карусель. А где? Предложить скифа тебе? Да, нашел. Нашел. Ну что ж, все равно интересно очень противостояние. Немного не до контроля уникал вначале, за счет чего стал отставать, а нагнать было сложно. Да, мне кажется, если бы он не слил тех лингов на бейнах, опять скиф не сможет зайти. Ну, ждем скифа. Опять пойдет перезапускать, наверное, комп. Нет, сети. Просто перезапустил игру. Попробую сейчас его пригласить. Что-то не так с батлнетом сегодня. Многие игроки дискомфортно чувствуют себя, заходя в игру. Есть какие-то проблемы. Сегодня просто день проблем. Да. Двойку скифу. Не подготовил игру к матчам. Не получается у него зайти. Техлусом. Ура, уникал. Занимает первое место. Нет, это только 1-1. Сейчас мы будем его еще раз приглашать, если еще раз выйти, то еще один Техлус. Как ты такая идея? Поддерживаю. Так, приглашаем скифа еще раз. Не получается, да, опять? Может, там все уникал занимает первое место в нашем турнире. Всем спасибо, все свободны. Тут, конечно, то нам по паника люлей вставит за такое. Правство. Да, паника. Чего молчишь, что? Я знаю, ты могешь. Если захочешь. Попытка номер 3. Ура! Искиф в игре пошел запуск. Извиняется он за дисконнекты. Ничего страшного. Я тоже извиняюсь за свои дисконнекты. Все мы извиняемся за дисконнекты. Мы все извиняемся за твои дисконнекты. Да, дисконнекты зло. Не принимайте никогда дисконнекты. Карусель. Варя, дисконнектов не хочешь. Игроки выбирают те же цвета. Те же расы. Ничего, в принципе, нового. Оверлорды полетели. Как интересно. И опять они задывают. Скиф ведет 1-0 в шаге просто от первого места. Что, естественно, для него будет огромным плюсом в борьбе против меня. Потому что я займу второе место. Потому что все куплено. Команды Ласхоп. А кто там еще? Кроме нас с тобой будет завтра играть. У нас в группе еще сильный протос Энигма. И не менее слабый зерк Хобот, по-моему. Да. То есть 2 зерка, 2 протоса. У меня не хочется играть ни с Энигмой, ни с Хоботом, если честно. Я лучше с обесеваем поиграл. Теперь Скиф играет ранний Газ. Копирует стратегию своего оппонента из прошлой игры. А что бы нет? Хочет проиграть, наверное, так же. На бейлингах взорваться. Да, говорит, когда ставишь ранний Газ, микроконтроль падает. И пул. И пул падает? Нет, я имел в виду, что пул он заказал. Но было смешно. А, кстати, а если прийти к зергу и у зергины на территорию, у соперника пул поставить, он будет работать? Будет, пока его не съедят. Здорово. Прикинь, какую инстрату так. Фаст. Фаст, прокси, пол. Вообще, так обычно. Раньше ставили плетку. Для пайзона. И потом перекапывали ближе к хате. А разве слизь не все видит? Есть ли пайзона, да? Нет, слизь вообще не видит. Видит только здание на слизь. Лишь сама по себе не видит ничего. Ну да. Хотя не вижу, где тут можно было бы поставить. Это потому что ты не зеркал. Я вижу. Посмотри на скифа, на его мейн. Внизу есть такой темный ориольчик. Пока реку, видишь? На какую хату посмотреть? Ну, на его мейн. Уникал? Ну и что я вижу внизу? Да. Ну, что за верлорд пролетит? Потому что верлорд сейчас подсвечивает. Аверлорд улетит и будет такой ориольчик. Где-то сантиметра полтора по краючкам крипа. Будет такой темный. И кто там нет вижена. Ну, да, да, есть. Вот там ставится плёточка. Потом перекопал её к базе поближе. Лингов 6-8 перебежала и гг. Скиф сейчас теряет оверлорда. У него суплай блок. Приходится ему отступать. Бейлинги там, бейлинги сям. Везде бейлинги, везде скорость. Уже рабочие добывают по два, что там, что здесь. То есть, абсолютно зеркально играют. Сейчас всё решается из контроля. Вот пошла хата от скифа. И сейчас нельзя взорваться опять на бейлингах. Да что же это такое? Что же уникал не получается-то нормально контролить? Вот сейчас он пытается сгрызть. Доделывается скорость у игроков. По рабочим 12 на 14 приди уникал. Хаты у него нет. Вот здесь хата строится. А об этой хате он... Он же видел её, видел, да. Свою-свою уходит, ставит. Всё хорошо. Заворачивает своих бейлингов. Сейчас уникал. Готовится к какой-то к атаке. Нельзя просто всё сейчас отдать просто. Нельзя и всё. Куда тут? Спокойно. Контроль. От обоих игроков. Посмотрим МПМ. Сейчас какой заряженный у них. Ещё морфит бейлингов. Сейчас можно попытаться как-то прорваться. Где так всех бейлингов водить в одну пачку? Опять час один бейлинг взорвал всех лингов уникала. До одного раненого выжима. Двадцать лингов, в общем, потерял уникал на пять. От скифа очень-очень. Скиф хорошо играет в эту страту. Именно линги, бейлинги. Я даже не знаю, что добавить. У уникла всё очень плохо. Да, и идёт в контр... В контр-выход идёт скиф. Есть у него... 10 лингов и 7 бейлингов. И зачем-то уникал отдаёт немножко лингов в центре карты. Не успевает сделать бейлингов. Три штучки есть. Пошёл Роуч Варен. Опять всё поздно. И опять всё поздно. О, ну сейчас хорошо взрываются... Очень хорошо сейчас взорвался бейлинг. И скифу приходится уступать, потому что он всех псов потерял. Сейчас нужно было всё-таки побежать лингами в догонку и отжать ещё пару бейнеров. Да, надо было на самом деле. Ну и так, ребята, как сумасшедшие кликают. Просто не успевают всё это сделать. Я рамочку не включил, походу. Включаю рамочку. Да я бы не сказал, что они как сумасшедшие кликают. Ну, это сейчас у них по 60 ПМ. И что, от скифа пошёл Лер, пошёл ещё один газ. Сейчас, если два газа добавятся на второй нычке, я с уверенностью смогу сказать, что это опять мута. Газы пока что-то... Газы пока что-то... Хочет должен рискнуть, сделать раунд дрону. Да, продава-то, кстати, рабов у Никлана Мэйни, нужно бы перевести половину. Ну, или хотя бы на газ отправить. Верлорд? Ещё один Верлорд падает. Ты бы ждёт от смертников, смотри. Собельников даже не попытался добежать, хотя там скиф вообще не контролил. Так, доделался Лер у скифа. Лер в продакшене у Уникла. Не похоже, что будет Лер. Ой, шпиль. Да, смотри, в стике у Уникла по рабам всё гораздо приятнее в этот раз. Да, он ещё... Ну, сейчас 7 заказывает дронов скиф, и сейчас немножко догонят. Тридцать на тридцать пять. Да, конечно, рискнуть бы Униклу поставить третью. Да, было бы совсем хорошо. Потому что не похоже, что скиф будет атаковать, ему рабов нужно раскачивать вторую хак, у него там три рабочих всего добывают. Время как у Уникла 11. Уникла ставит с порочкой. Да, всё-таки шпиль от скифа. Мне кажется, что грейд на атаку это всё-таки ошибочно. Лучше бы он сделал броню на защиту. Против бейлингов было бы просто поэффективнее. Разно там, потому что с одной бронёй собака не умирает от одного бейлинга. Ну, Уникл молодец. Он подчеркнул с ошибки своей прошлой игры, и сейчас и с порочки заранее ставят. И гидра пошла. То есть сейчас уже шпиль не такой будет эффективен. Ты видишь, из последних сил вот всё-таки тащит как может. Да. Гидра пораньше. То есть, видишь, он сейчас уже спокойно понимает, что его нет, значит мута. Да, вот ещё с порочки, смотри, ещё добавляет три. Великолепно. И дальность пошла побыстрее. Оверлордов заранее спрятал всех, смотри, так спорочку так поставил. Читает игру. Не имеет даже должной разведки. У каждого есть спорочка. А, спорочка есть. Причём так закрыл оверлордами, что не видно, что она там есть, эта спорка. Прямо под оверами? Прямо под оверами. Красиво. Хотя, странный глюк, когда камеру двигаешь, почему-то двигается и спорка. А это оверы поползли. Всё, окей. Это заканчивать, принимать наркотики. Да, опять немножко дропов, да, словил? Да. Вот, в общем, уникло сейчас реально нужна третья на данный момент. Мне так кажется. Полетела мута. Отлично. Мы великолепные стримеры, а ты ещё думаешь, что мы не получим приз. Девять гидры готовятся выйти, и спорки есть сейчас. Главное, не потерять просто на ровном месте рабочих, как-то, что мне не нравится положение спорки на натурале. Как-то вот не нравится. Белли, зачем того, я сейчас по фокусу галать двух тролистков мута. Вот спорка должна была стоять за газом. Зачем он выделяет всех юнитов? Вот, наконец-таки, токи гидра вышли. И тут красная мута, нужно её ловить. Нет, она уходит. Она уходит, и третья хата от скифа. У него сейчас воздушное преимущество, он контролируется. С лингами бежать и отменяет третью. Так он смотри, и бежит. Уникол просто молодец. Да, только он минуту третью бежал. Ну, проверяет хотя бы. Да, молодец. Ну, сейчас уже мута прибежала, и... Ему нужно видеть третью хотя бы. Он видит третью, и уже понимает её тайминг. И выдвигается сам вперёд. У него есть преимущество сейчас не по земле, естественно. Но гидры маловато. Сейчас там ещё шесть будет в дотекании, и игры еды у неё сейчас доделаются. Плюс второй на атаку. Гидра от бейлингов умрёт опять, мне кажется. Тут есть ручьи, впереди они должны танковать. Есть свои бейлинги. Главное сейчас всё хорошо расплететь. Блин, да здесь столько бейлингов у зерга, у скифа. И всё почему-то в одном кулаке. Контроль, контроль. Отлично, вроде контролит. Молодец. Отконтроливает сейчас бейлингов. И одна гидра слишком мало. Мало очень, ручьи стоят зря. Но всё равно это намного лучше. Размер, чем мог быть. Там лучше, чтобы нести мог, но это гидру нужно возвращать домой, она умрёт. Да, ещё по одной сейчас будут штучки отдаваться. Зачем-то стреляют оверлорды. Беги, уникл, беги на вот эти маленькие косячки. Там. Теряешь просто преимущество. Ну куда вот? Не знаю, вроде... Зря, наверное, всё-таки пошёл наламливаться. Надо было ставить свою третью. Он сейчас умрёт, к сожалению. Сейчас линги пошли на третью в обход. Ждёт свою гидру. Его спасает то, что он побежал на третью, которой нет. Но в это время с заказа ничего не вышло. Пытается тут спорку отжать. Ждёт, чтобы муты сразу залететь. Ему-то залетает. Ну ты не так-то и много. В принципе, сейчас гидра выходит. Но она вот разделена. И здесь минус третья. Разделяет лингов на две базы. Главное сейчас дома бы отбиться. А это можно сделать, потому что и гидра есть. Да-да. Если он бивается дома... Надо отбиться, надо... Два гидролизка стоят. Вообще не видят. В принципе, здесь хаос, здесь хаос. Молодец. От уникал сейчас молодец. Уникал отбивается. Что по потерям? Рабочих нем очень много он забрал. Но отменил он третью. И сейчас надо, может, лэйр зафокусить. Получится? Не, не получится. Здесь очень много лингов. Но заставил покататься рабочих. Посмотри. Кстати, он убил всего лишь 8 рабов с этой пачкой собак. Да, это очень, кстати, печально. Почему он не встал на холд позицион где-нибудь? Стал драться непонятно с чем. И сейчас уже контр-выпад от... От скифа. Много очень... Нет, в общем-то, лови не просто. Линги даже не добегут. Так, гидры надо успеть, часа поймать бейлингов, которые морфиться. Уникал отболает их. Просто по фокусик раз, 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 раз. Шаг-высл, шаг-высл, где контроль? Третий взгляд. Гидробейзму вопрос. А смовом? Нет, смовом. Решенок. Не догоняет обылингов бейлингов. А бейлинги без покатушек, без покатушек. Да, без покатушек. Пытается в лоб, но ломится. Там столько бейлингов сейчас. Ой-ой-ой. Тихо, ой-ой-ой. О, надо починить гидру. Поделись, поделись. Ай-сплит. Без копатари, это такие уника опыта игр в марин арену. Зачем? Потому что, в принципе, можно было. Три было много. Ну, ладно. Третьей нет. А на мейне уже минералы закончились. И нужно переводить все хотя бы уже на тролл. 48 на 40 по рабочим. Лимит у уникла тоже выше. Третья... Уникла инкам очень маленький. У него на мейне ничего не потеряется. Ну, на самом деле, у скифа... Хоть и есть на мейне еще минералы, но не скажу, что у него очень высокий инкам. Выше, конечно, чем у оппонента. Но ненамного. На 300 где-то минералов. В миноку. Да, вообще-то это существенно вообще для зерга. Пытается что-то сделать. По грейдам мы смотрим с вами, что... 2-1 у гидры. У муты 2-0. Но муты сейчас уже... Если что-то стыкает скиф, в смысле уникла, не переводит рабов на третью. Хотя пора было прямо сейчас сорвать их с мейна уже. Пора, да. Прямо всех брать. Всех этих 19 дронов, которые там борются за одну лузу минеральную. Там уже осталось 20 минералов, в принципе. Заметят. Да, как только кончится 19 рабов. Из них, наверное, только 2 добывают, на 19 там катаются. Это печально. Ну, сейчас тоже не очень измечает. Рады встали. Вот, поехали. И опять он идет ручами, сейчас гидрой. В принципе, муты здесь практически нет. Нету бейлингов. Можно отменять сейчас третью. Сейчас главное... Хорошую позицию занять. Не дайте пробить сейчас. Может и пробить, кстати. Хороший для этого лимит есть. Тут заворачиваются бейлинги. Меняется третья рабов, пытаются уйти. Но здесь шаг выстрел. Наконец-таки от уникала мы видим контроль. И бейлингов сейчас надо перефокусить. Что и дело. Бейлинги не помогут. Бейлинги, да, с подкатушками. Катятся назад. Иди сразу на четвертую. Нет, пытаются в лоб пробить. Роучи вперед. Танкуют. Гидра наносит невероятный ДПС. Пошел замес. Это продавливает. Это продавливает, ребят. Продавил уникал своего оппонента. И счет 1-1 становится. Молодец. Вытащил. Шаткая была игра, если честно. Столько отдать гидры. Просто невероятное количество. Я думал, что скиф все-таки затащит и эту игру. Но нет, счет 1-1. И становится напряженно. Так. А почему я создал карусель? Так, сейчас у нас станция. Этот король Сиджон. Наконец-то посмотрим, что это за такой король с севера, потому что карта явно холодная. Зима близко. Если вы понимаете, о чем я. Ну, карта это прошлого сезона. Так, проверяю я. Да, она называлась король Сиджон. Ну, я не знаю, как она называлась. По-моему, она называлась Мороз РВ. А, нет, Мороз РВ это была большая. Ну, походу, просто перевиновали. Ну, я не знаю, она всякая называлась. Не буду даже спорить. Может, наш зритель подскажет что-нибудь. Как у нас, да? Нет, эта карта все-таки другая. Там появился выход еще. А, нет, это она же. Это она же, действительно. Да нет, она так и называлась, скорее всего. Да, здесь камушки, здесь все дела. Уникал, вот, не принимает. Уникал перенервничал, наверное. От такого микро. Ну, что, все готовы? Все готовы. Скиф, правда, не отписался вот сейчас. Но было бы все равно поздно. Ну, что, последняя игра, я так понимаю? Ну, если сейчас выигрывает, допустим, один из оппонентов зерга, да? Ну, скиф либо уникал, то он становится на первом месте. А второй зерг на втором месте, правильно? Или что? Да. Они просто и так вдвоем вышли, и они чисто за место играют здесь. То есть, паника бедная, наш капитан уже не сможет побороться, что ли? Проиграв всего одну игру? Ну, может, еще сетка лозеров какая-то должна быть? Ну, вообще, да, там, я слышал про сетку лозеров. Будем ждать формации. Счет 1-1. Я снова вангую на уникал, посмотрите. Очень интересно. Вангуй меня на уникал. Так, все включено, менюшка есть, дропов нет. Стрим работает, все хорошо. Поехали. А я еще и камеру от тебя поставил. Камера от меня? Чтобы вообще не напрягаться. А, ну, отлично. Вообще, не напрягайся тогда. Кросс-респауны уникал на 11 часах у нас. Его оппонент Скиф в оранжевых трусах. Сколько это? Ну, 4 часа, да? Я бы сказал, что даже 5. На 5 часах, хорошо. Как будет угодно. Никаких... Что у меня со звуком? Да все, у тебя норм со звуком. Да? Да. Я почему-то не слышу звук из игры. Это все потому, что плохо подготовился к стриму. Нет, все просто сейчас работало. В предыдущей игре. А сейчас не работает. Может, ты Alt-M нажал? Музыка отключена. Какая там? Alt-M. Ну, это музыка. А звуки из игры? Музыку ты отключил сейчас. Значит, она была включена. Ничего не понимаю, если честно. Пусть погром сейчас сделаю и все. Работает сразу. Нет звука из игры, ну и ладно. Да нет, как так-то? А как включить звук? Control-S. Вот, звук включен. Отлично. Счет 1-1 в матче B03. Матч за первое место в группе. Ранний. Ранняя скорость от Unicola. И четыре линга в продакшене. А здесь, здесь хата. Здесь хата. Пятнадцатая. У меня вообще, кстати, вопрос. Нет, не пятнадцатая. В панике, как к организатору. По какой схеме вообще проходит этот турнир? Да. И со всеми. Сетка с лазерами, без лазеров. Я думаю, он сейчас скажет. Читайте правила. Уникал тоже. Там много букв. Тоже ставит хата уникал. И идет в... Ну... Ранняя хата зерга от Скифа. Немножко принесет нам преимущество. Ну, их лобоих ранее хат. И бейлинги снова от уникал. И бейлинги от Скифа. Также абсолютно. Это что, специфика ЗВЗ, да? Постоянно в бейлингах играет? Там, линго бейны. ЗВЗ очень редко вообще выходит за рамки линго бейнов. То есть, там у Кида-Тир-3 противостояния практически не бывает никогда. Почему так? Плохо. Самое противное, что есть в игре с зергом, это ЗВЗ. Но абсолютно непредсказуемое. Сбегает на разведку уникал. Видит бейлингов. Ну, не бейлингов. Если он сейчас ест к вину, это будет просто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На 23 хп просто к вина выживает. Потому что такая потеря к вины, это очень больно. На такой-то еще и ранней стадии. Это просто можно было сразу перемасить лингами. Не часто, это уже, конечно, ошибка еще лингов посылать. Добей, доест к вину, потому что не доест. Просто отдаст лингов. Я вангую 100%. Да-да, он мне кажется, сейчас упрется в бейлингах и опять потеряет всех лингов. Нельзя вот вестись на такие вот. Как будто я живу тоже почти доедел, один линь добежит, и я все. Но это никогда не работает. Пытается вовремя сконтролить и... Эх. Пытается туда, кинует он найти, что ли, голодную. Ничего не получится, но он проверил зато все, увидел, что сейчас был дозаказ дронов. По рабочим уникал снова впереди. И снова взорвались все линги. На одном бейлинге. У Скифа прям... 15, посмотрите, линга потеряна. Уникал беда прям с этими бейлингами. Да вообще, не его это. Удаляй, не твое это. Это ты сказал. Да, это я сказал. Ты креплю-ка, ты со всем соглашаешься. Я хороший стримил, да? Да. Поставь мне, пожалуйста, плюсик. А как будет определять лучшего стримера, кто больше плюсиков набрал за стрим, или как? Ну, я не знаю. Про плюсики я так сказал. Все равно ставьте плюсик. Голосуйте. Я думаю, голосалка будет. Подписывайтесь на канал, там все дела. Голосуйте за краба. И все будет хорошо. И он оставит вас в живых. Не палюсь. Опять лейеры одновременно заказаны. У Скифа, кстати, опять мута страта. Отвечаю просто. Ну, потому что ранние газы на второй нычке начинают его добывать. Хоть и по два рабочих, но таскают. И ничего, кроме лингов, мы не видим. То есть, ни роуч, варены, ничего такого нет. А у Николу нужно сейчас опять же это понять и вот влепить уже пару спорок, гидру поставить. Давай, давай, у Никол, тащи. Тащи как никогда не тащил. У Николу уже просто поставить свою муту и сделать грейд на броню, а не на атаку. И тогда он все разрулит. У Никол раньше любил играть в муту. Вот пошли спорочки. Красава. Везде пошли спорочки. Пока что только три. Да, пошел шпиль от Скифа. Я просто читаю игру зергов, не умею играть за зергов. На самом деле, потому что здесь все очень понятно. Нам, кто видит сверху. Люблю быть сверху. Хорошо. Не надо меня такие... Э, ты зачем согласился? Я не понял. Мне не нужны такие подробности. Не-не-не, прекращай. И третья хата от Скифа. Он будет пытаться муты и харасить, заставлять у Никола нервничать, лишать его разведки, напрягать рабочих, что вот здесь, кстати, прекрасно можно сделать, да? Да, потому что спорка стоит неправильно опять же. Она вроде как и в рабочих, вроде как и защищает, но с другой стороны, я совсем не подумал, что можно с этой позиции носить удары. И линги пошли. Линги пошли. Куда они, интересно, бежали? Третью проверять. Гидродента есть. Гидра уже пошла. Уникл молодец. В принципе, прочитал снова страту своего оппонента. Идет проверять третью. Сейчас ее увидит. Но здесь один Беллинг, который сейчас все взорвет. Просто сто процентов. Давай, взорви все. Ну, ладно. Два Беллинга взорвутся. Ну, хата доделалась. Уникл не торопится. И 13 муталисков за гази. Ей доделается грейд по катушке. Сейчас скиф готовит просто массированную атаку. Он больше не добавляет особо дронов. Третья, возможно, даже и раскачиваться не будет. Потому что все личинки сейчас забиты юнитами. Пошел грейд на броню на мута, посмотри. Кажется, скиф стал понимать, что нужно сделать. Вряд ли, потому что грейд на броню в муте нужен, когда идет война между мутой. Какая интересная хата от Уникл, если честно. И вот мута залетает как раз таки в ту позицию, где Уникл не особо защищен. Сейчас мута это убивать были, ага. Где гидра? Одна гидра. Один гидролист всего тут пытается арасит, ручин. Пошли вперед. Все правильно. Какая интересная хата от Уникл. Сейчас же ее спарим. Просто вот этот оверлот и отменит ее. Потеря 300 минералов на ровном месте. Так, слишком много рачей. Один гидролист пока что только у Уникла. Ну, то, кстати, зря тратить время. Можно было что-то подгрызать где-то обязательно. Зачем хату здесь Уникла поставил? Просто не понимаю. Ну, типа прокси. Ну, просто с лифресурсом. Типа прокси. Ой, извините, я засыпаю. Такая интересная игра. Ну, вот здесь вот и то было бы безопаснее поставить. А шип ЗВЗ такие нитяхатные обычно редко выстреливают. Особенно, когда ты знаешь, что твой оппонент играет муту, понимаешь, что будет контроль карты, что будет везде летать. Прокси нычки вообще не вариант. Согласен. Ну, ладно. Надо срочно ставить свою третью Уникл, потому что тут постепенно это раскачивается и по-рабочим уже Скиф начинает обгонять. И сразу же добавляет газы. Кстати, мне кажется, что здесь газ такой какой-то далековато немного. Нет? А может, нет, нет. Ну, все. Вот Скиф получает контроль. Накопил довольно-таки большое количество муталей. Летает, убивает оверлордов. Уникл опять та же самая проблема. Он не может выйти на третью. И сейчас вот готовится залет. И он только сейчас уходит. Вот только вот. уникалу уходит в атаку и залетает мута. Сейчас АК будет стараться разводить. Сейчас придется возвращаться. И он не возвращается. Он идет в размен. В размен. Что, в принципе, наверное, ему может быть и на арку. Дома ему как-то за счет Кевин, за счет спорок может сопротивление. муты много. Если бы мутой был бы грейд на атаку хотя бы один. Он бы практически ваншотал бы эти спорки. И сейчас тут гидра только бы не отдалась и гидра не отдается на бейлингах. Да. И здесь он вполне может продавить. Мута голая не справится даже. Хотя гидры тоже немного. Уникалу может отступить стоит. Хотя тут морфиться бейлинги нужно это заметить и попытаться ручами гидры не хватает. Фокус по хате надо сделать. Что и делает уникал отличное принятие решения. Минус Кянаба еще. Дома потом отбиваться нужно дома копить. Еще минус хату хочет сделать. Если сейчас делает минус хату это не сделают. Неужели не получится. просто чуть-чуть на самом деле если бы контролил ручей начал бы их вести вокруг хаты чтобы бейлинги так все не взорвали то он на самом деле убил бы хату. Да. Но он зачем-то встал и начал ее фокусить. А вот чуть шаг выездил шаг выездил аккуратнее. Чем его отбиваться дома это конечно вопрос. Ну тут голая мута опять пытается залететь. Есть уже в принципе гидра которая успела появиться. 10 гидры на 14 моталисков у гидры плюс 2 на атаку плюс 2 на броне умуты уже всего лишь один на броню это очень печально до скифа. Шансы нормально разменяться. Нормально можно разменяться главное свою третью защитить и не отдать просто на ровном месте всяких рабочих еще что-то пытается забрать ее сейчас гидра со скорой все догоняется посмотри вот на количество ресурсов у скифа невелико ой 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 сколько у него минералов но он и поэтому сразу ставит две хаты уникал то сейчас то довольно таки комфортно себя чувствует Эквина сюда пришла и вот крип пошел тянуться у скифа вообще крип только на мейне и он переходит в яму заразителей как ты думаешь это инфесторы и это сфармхасты что выгоднее сейчас зербу в такой ситуации потеряв две хаты инфесторы ему сейчас в принципе особо ни к чему я думаю это сфармхасты будут у него нет газа у него нет газа а у никола тысячу газа можно завернуть сейчас миллион бейлингов и в атаку пойти и просто убить мэйн уникал молодец просто тащит тащит так безбожно сыграть первую игру на волевых вытянуть вторую карту и вот сейчас очень уверенно играет в принципе я бы сказал что вот сейчас уже не вижу как скиф может выиграть уже и сфармхасты не экономить ничего не хватит и это 2-1 гг уникал занимает первое место в группе а и не скажу что с легкостью но выходит выходит с первого места с чем мы его и поздравляем у скифа 3 очка я так понимаю правила такие скиф проиграл сейчас и он будет ждать еще одну игру между он точнее будет играть с победителем пары BCY и паника они в сетке лузеров сыграют свой финальный матч кто-то из них BO1 же правильно BO3 наверное тоже охренеть это долго это очень круто по сторонам я так насквозь со стороны старкрафта да я просто никак не рассчитывал что это все будет настолько долго у меня жена съест он уже сидит три с половиной часа бедняга на кровати рядом молчит смотрит на меня очень такими грустно злобными глазами ты скажи что Линго Бейлинги там Линго Мота не тащит она все поймет паника с BCY да сейчас будет играть все таки я врубился в эти правила прочитал их довольно внимательно и все понял да потом кто-то играет с победителем за второе место за выход все таки из этой группы смерти скиф хотел уже пойти спать три часа уже идет стрим да все игры было три да в регламенте четко об этом сказано и паника быстро-быстро приглашает нас я хотел предложить перерывчик две минуты но паника бесевает два протаса я думаю сейчас будет фотон раш либо прокси гейты он таки быстро стартует мне это нравится хоть я и сам хотел бы паузу у меня есть классненькая классненький клепец которым можно поставить паузу на паузу как бы ну возможно после этого было 3 это такая веселая такая корейская группка отсылка к Корее 2.0 трансидела а это что-то там песни про StarCraft не просто корейская веселая группа это бед процент п.с. ссылочку но я потом обязательно на стриме включу там здесь ничего такого нету а у нас кто то вычет можно все подряд поменяли правила и в общем теперь можно очень много окажем а как же как же дети как же их их детственный мозг ул так как Адольф теперь ну как бы так сказать помягче либерал вот он считает что не хочешь не смотри да разрешили уже и мат в прямом эфире и там эротику всякую в общем что угодно такие там онлайн казино там в общем треш угара садами полнейшая тебе даже отменили фабрику Найского АТВ то есть тримать может вообще любой кто зарегался а что не так ну вот решили брать не качеством а количеством и кстати говоря не знаю то ли в бойкот этого то ли черт его знает Кореи 2.0 больше не будет алекс 0.07 все отчаливает жалко но мне кажется если мы поднапряжемся кто-то должен занять эту нишу кореи 2.0 кореи 2.0 интересно было бы стримить я бы на самом деле зато ох тут смотри бесевая это спалили а бесевая нет бесевая конечно думаю что никто не сможет сравниться с алексом хотя бы узнание корейского астрокрафта а это получится паника же уже играл со скифом правильно а нет или не играл нет он играл с уникалом паника играл с уникалом все верно уникал у нас победитель победителя группы смерти вышел с первого места набрал максимальное количество возможных очков и будет играть победить нет со вторым местом группы b вот так вот что в принципе в плюс ему здесь газу паники намного раньше как мы видим и он уже добыл и уже делает грейд на варп непонятно что происходит здесь какие-то прокси пилоны от бесевая только-только кибернетка делается немножко отстает по билду но слава богу нашли другу уже оппоненты так а победитель этой пары будет играть опять со скифом ну да правильно да 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 как бы скиф еще хоть и великолепные игры показал но может оказаться вне судна этого турнира а в судне а быть сваренным зала заваренным зажаренным зергам просто на ужин с хаваным протосами ну скиф зато точно будет уверен что кто-то это будет из протосов в принципе он показал как надо играть с протосами то 4 гейд пуша тупо от паники и бесевая все это прекрасно видят но наглая пробка вообще и тут смотри уже и пилончик и гейпи сейчас откроется и вроде не успел и позачем сталкер не помогает тут же сейчас откроется врата и будет варп что ты делаешь бессива или все-таки успевают сделать добить ну давай где варп почему-то не варпает все-таки мне кажется если бы он знал насколько узкий тайминг он бы этого сталкера сорвал бы моментально ну да он думает что опа у меня еще не доделал что вот за секунду до эпик фейла буквально тут два зелка идут напрягать сталкера не лучший вариант дефа выходит в центре поздно выходит в центре потрачен филд какие-то непонятные танцы зилота еще-еще бегут зилоты тут еще и гиты делаются да доделался варп пока там один гейт ликора в принципе энергию сейчас накопит может бессивая отбиться в принципе если паника не сделает уже массированную атаку фокус все-таки по пилону нужно сделать минус один гейт работает теперь только три у паники сейчас небольшой застык по пилонам будет хотя нет он его отстраивает на мэне добавляет еще один газ есть энергия в нескусе чтобы кинуть бусты да паники сейчас бусты до варп он пробивает и он пробивает но он сейчас пытается кибернетку забрать чтобы сталкеров не было да только один сталкер стреляет почему-то не по кибернетке по гиту и почему-то не варпает вот что его-то ждет паника уже ресурсы скопились и лимит-то вроде есть ну четырех зелков варпаний нет вот бессивая молодец варпы постоянно вот у паники проблема с варпами да и вот включается фатон верчалч и нужно уходить и на самом деле паника ставит роботикс обрати внимание тут такой бессивая пилон красивый сюда вот раз раз варп зелков и набрак и боль вот идет драка тут зелтов много и он все еще не варпает очень долго не варпает да чего паника ждет он ставит nexus например есть у него 400 газа почему не сделать центрика сэкономит и минералы борются с камнями сейчас на халяву заберут сталкера минус пилон и все это отбился просто потому что не варпал мог пробить им почему то этого не понял в четыре гита пробивают три но как то не крути спаун нычка ниндзя нычка а кроме силая да в такой еще ну да тут можно вообще клепать нычки и все паника очень долго не найдет пошел иммортал делается под бустом по рабочим 24 на 26 не скажу что сильно впереди паника по лимиту он меньше но у него nexus достраивается это плюс конечно главное этот nexus еще защитить бисевая нужно попробовать в контратаку выйти да с другой стороны у него есть иммортал иммортал но здесь сталкеров нет чтобы иммортал мог как-то себя продуктивно окупать а колосятня на мой вкус рановато колосятня forge оракул пошел от бисева я даже не заметил что был старгейт сделан это кстати сейчас даркшрайн от бисевая нам ниндзя нычки а хватит ли тебя газа друг одной нычки конечно не хватит оракул принципе может она сжечь потому что сталкер очень далеко рабов 5 должен нажечь по-любому тут иммортал какие-то бесполезные фото на вертчардж конечно будет включен но тут зависит все от контроля бисева сколько он прокликает рабочих от паники фотонка на мейне на натурале простите и вот взлетает оракул сколько классов он делает хорошо реагирует просто хорошо и сколько не получается забрать ни одного дрона и здесь фото на вертчардж включается оракул беспомним же ничего не заберет вот здесь же здесь вот часто нет нет не сдался не хватает бисевая чуть-чуть не хватает контроля мультипы танка где-то он занят час в другом месте под интерес посмотрю делает какой-то рекол рекол на ниндзя нычка он делает с рабочими невероятно какие-то страты мудит он взял или кольнулся с рабочими на ниндзя нычку представляешься рабочие бы еще перевести бы не помешало да да их подконтролить то там куча рабов просто стоит и сентриков сюда взял и две фарджи здесь добавляет пошел в ультрей ну контроль рабочих вдруг что же так все плохо тут дарк пытался ворваться но здесь фото ночка есть его легко отгоняют причем уже знал что мисс потомка видел да и и надо по краюшку вот так пройти вдоль рампы у рабы наконец-то забегали да и кстати уже по рабочим 30 на 38 бесевая ниндзя нычка работает но ему нужно чтобы паника ничего лишнего не подумал ему поставить да иначе просто когда будет разведка сразу за подозрить что что-то не так да не просто иллюзия феникса и пролетит да да поэтому нужно бы поставить next здесь у себя на посмотрим сейчас пытается оракул снова залететь может он ничего не похорачивает но видит он колосят не видит что уже делается грейд и о хорошо что забирают дронов 44 дрон чека и потеря оракула не самый лучший размен но хоть что-то пошел blink хотя имеет арк шайн можно было попробовать сделать ножки и запушить ножки зелками и архон и до кончика вы не помешало сделать дарков играет паника тоже понимаю что нет роба у его оппонента понимаю что сейчас был потерян оракул а вот без роба будет больно конечно да и сейчас дарки то вкатят вот бессивая занимает экспант свой третий для для паники 2 паника так должен подумать что это 2 нужно роба делать и делает робу красавчик вообще паника не сделал ни одного об сервера до сих пор так это странно он и выходит в колоссов колосса есть дальность есть почему паника так любит делать грейды на защиту я ничего не понимаю что же не понимал что матчи с зеркальными что в зеркальном матче это стиранами хорошо вкатывает мне кажется не точно что точно уж не серого спорно лучше бы даже на щиты наверно чем на броню обычно атаку мать отбраться потом уже тогда да и к тому же если ты собираешься какой-то там пуш делать да вот сейчас dark собирается идти ну и зачем ему две брони твой хотя дарк и так с одного раза пробку вырезает мне кажется да вроде пробку дому обычных работ нет поставил тут 2 ford jim бессивая на ниндзя нычки но грыбе в ней не заказывают хочет dark пытается подхаляя здесь подрезаю и вообще не контролит а да дает дарка дорогое удовольствие а там нам и не что-то еще да нам и не убивает успевает там все-таки great доделаться я вам не прибьет уже будет торги и собирать сразу аиста роба роба есть пробу где то есть есть роба нет а пса по ходу бессивая да да так он совсем не видит там вот такой нежданчик и рак он не спят у тебя же роба есть закажет а пса а вот летит от опс и идет выход от паники с двумя грейдами на атаку на броню с колоссом с имморталом несколько сталкеров с поддержка of сервера здесь еще наверно дарки под варпится немножко и будет архонт заварь заварь нужно больше сталкеров там же все-таки в игре он решает газ потратит на центре которые без маны будут а по-моему лучше парходов сделал но ладно тоже может получиться сильный пуш здесь есть конечно вольдры блин они могут сильно вдарить разогреется если главное сталкеров и пытаться как-то отконтрить пошла приезжал киры будут биться с звуками и вайдры есть сил дарьков там нормально лучше пшаров делал один ночь кстати вот паника начинает проверять все-таки заподозрил паника что такого немножечко только не может быть да да как так он делает все где же у него нычка и он найдет сейчас идет в атаку идет убивать 2 экспант почему убить его не спустится вниз он же сейчас отдаст просто nexus напросто и пошла драка включается разогрев прогоняет прогоняет все-таки протос протоса а знаешь вот парочку штормов бы щас сейчас призма залетит отбесевая и будет хорошо да вниз колесо дарки варку ну тут тонкий я бы лучше зелков конечно лапанул бы кстати везде нет что ты делаешь хорошо что не контролит паника можно было призму забрать они все-таки отконтролил и здесь на лом в лоб очень много иллюзий колоссов разогретые в ультре принципе здесь неплохо дерется сейчас все можно забрать пытает пытает просто вайдрейф убить не о чем еще варпит кстати запалил пилончик паника здесь на ниндзи нички но пока не направляет зилтов своих ставит третью бесевая это упорную борьбу показывает уже майок в плотили и готов кстати зачем он делает грыли на воздух если у строги и тов нету тоже очень спорный вопрос отбесевая это нет ездит астергейт есть все-таки один делает стамбуль дрей нужно как-то тут разводить нельзя сжаться у себя на бане как это странно вот он ставит на это пытается атаковать в лоб ну надо как-то выбирать здесь еще куча гейтов на ниндзи нички доделываются сейчас будет открыт открытая врата и невероятный до вар в принципе на 7 зелков ему хватает паникен в эти даму и дефит рейтин икс по рабочим 48 на 46 впереди бисевай по лимиту тоже все одинаково бисевая игры едов побольше немножко силой по моему ли 3 атака делает немножко впереди он в бисевая нет это вторая всего лишь атака но на воздух тоже делается вторая паники всего лишь два два грейда на броню то есть даже не понимаю что и лучше бисевая идет в атаку и и делая позже игры 3 на броню атака до сих пор 0 это и с матрией пытается в кулак зажать просто сейчас протос а протос попытается фокуснуть nexus наверное сейчас он и решение очень формы но потеряя сейчас всю армию свою даже на вкус не убил не убил nexus но забрал зато 10 рабочих где-то но и толку от этого но потеря всей армии пусть еще пытаются с рабочим не взберется с фотонкой зачем-то непонятно он думает что у веселая экономики нет вообще кто-то убьет и он шоколаде ведь но он ошибается и да тут не все так просто а тут дарки смотри находят все-таки нельзя нычка не обши два дарка убивают фотонку как бы нужно было бить и и уже тут 300 гейта и вольдреев масят все больше и больше посмотрю как количество 8 вольдреев и атака у панике куча ресурсов и ничего не делается продакши вообще а бессивая молодец он тратит ресурс свои у него же 3 на така пошел уже второй на броню идет неплохо паника зато стоит четвертый nexus вот отличное решение у армии свои деньги через курсов он наконец-то три штормера варпнул но грейда на шторм нету пытаясь шары издания сейчас лоб пробивает бессивая это сто процент пилон он забрать и все нет не успеваю чтобы него час в открыт на броню и все шариком это просто до одного места да им бы на щит я бы еще все понимал на броню здесь потеря 3 nexus а здесь еще вольдры идут просто по три штуки строятся обещал вообще но хотя здесь так так все с плечи на просто убесивая сейчас может потеряется как я привод гайды на атаку все было бы по-другому и бессива это 10 минус 2 nexus пытается здесь как-то за счет блинка за счета архонтов разобрать но не нет конечно нет здесь очень много вольдры просто живых даже с пробел берется кто-то меня вспоминает даже знают кто даже знаю как иначе может горкулом уйти спасти этих вайдрейфа прийти до заказов может да но уверенность я чувствую думают что продавит я думаю видно забрать обеспечивание но отключила может 4 гейта в принципе у паники у паников вот было столько ресурсов а сейчас ресурсов нет так что ему даже сталкера не варпануть а это дизина это все да рабы идут добывать здесь нужно было ресурсы против раньше и паника проигрывает проигрывают эту игру да это потому что нужно слушать умных триммеров да и подписываться на наш канал звук появился теперь он слишком громкий а звук меня звук в игре 1 0 да как я и думал паренька написал читайте правила на наш вопрос о том же какой же регламент так но ожидаем вторую я прервусь на минутку сейчас сейчас появлюсь а и и Продолжение следует... 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 паника в разведку не пойдет пойдет наверно после гейта но это уже не прокси какие-то но из смысл их делать да прикиньте с разведка не угадаешь я где-то я где-то видел в какой каком-то стриме там тоже карта несколько игроков рассчитана и чувак идет ставить прокси такой с уверенностью что оппонент находится там делает прокси делает зелков приходят а там как бы никого нет это такое было фейл после чего он сразу написал гг и вышел а вот бессивай кстати без павел так прокрался кстати там в уголке поставить 2 гита а нет он будет фотонить а зря я бы лучше 2 гита запилил а нет не будет фотонить он все-таки 15 нексус играет 15 нексус пойдет бессивай очень интересная стратегия ну хотя на такой карте можно в принципе респ и большие а почему ты понял что это мексус потому что он отменил все-таки пилончик так это отменил пилончик на месте там уже потомка пошло ну вот ты подсказал панике и панико все спалил ай-яй-яй-яй-яй-яй как ты мой я прямо узел к не может заказать потому что у него supply блок вот удалять это просто фейл-бессивай надо срочно спуститься вниз еще для потонечка сказать ни одну потолочку и пилончик пара пускаться парами в бессивайс алиппорт сидит то есть человек происходит прям все решил сделать но прокси гитташи а чему не ставит внизу еще потом я не понимаю сам она копил деньги да и пилочек на сразу поставить да все правильно все будет кора заказано stalker все под бустами потом нужно было чуть чуть дальше бренды гита доставала тогда было уже стопроцентная гг сразу пробку нельзя потерять что ж ты делаешь а я отменяй ну и отменяет здесь надо переворачивается ну и что походу паника отбивается да считай фатонер с него не очень да и непонятно зачем здесь он гейт контроль же фатонку ну контроль ну контроль фатон когда играл с делгом контроль фатонка просто паника в шоке от того что происходит да паника в панике я поэтому выбрал слово в шоке не повторится но нет в итоге здесь он конечно же отобьется сейчас просто здесь уже три гейта здесь уже грейт доделывается еще stalker его это будет варп дома там ничего нет 8 рабочих добывают да это 1 1 ну попытался бесевать закреативить и отдал игру просто ну да гейт был абсолютно лишним да и с одного гейта пытается сделать stalker в доме не делает не играет ничего хотя уже нет рабочих хотя бы заказывать но паники опять купятся ресурсы ну паника толком сделать ничего не может конечно сейчас сейчас вот гейты откроют такие под выстрелы ну и все да варп сейчас в лоб просто пробивают пофиг на фатонку пофиг на все бисевая улыбается какая креативная страта да это 1 1 включается за фотон верт шардж бесполезный и сейчас бы такие расы и дарки пришли да я думаю даже градона варп нет а дарки идут от паники ну таки отбился конечно же фотон верт шардж очень сильно помог без него бы не получилось бы отбиться да и паника идет ставить второй nexus он кстати ничего не знает о своем оппоненте но он должен понимать что там просто ничего нет на просто заходи убивай не понимаю почему почему рабов хотя бы не делал кто то не понимаю почему без силы и не сдается и сталкеры разделились он даже не знает где он ну да сейчас находит под фотонку так лезть не надо получается фотон верт шардж минус сталкер ну здесь дождаться пока ну здесь просто да оттягивание к смерти зыря лезет зыря да подождать она просто пока спадет фотон верт шардж да да пробить в лоб вот и пробка выходит вперед ставит прокси пилон довольно таки далеко можно и поближе ну так меняет nexus ставить пилон варп из талкеров и убивать это все ну да да хотя уж дашь районе сейчас и дарки пойдут ну там фотонка есть ну да да точно дарки да он лезет как раз ну ну потом верт шардж спал тут кто куда кто погодил пик кто там на эксус ну а клик не очень 1-1 паника воспользовался неправильным билдом своего оппонента и сравнял счет ну тебе всего я мог бы на самом деле зафатонить ну ну и третья решающая карта какая напряженка у нас да никто не сдается без боя да да 2-0 по моему было только в матче с kbc если я не ошибаюсь а я не ошибаюсь здорово боевое с ну почитаем чате когда не переживай все нормально кто-то приходи будет весело надеюсь не будет технических проблем как сегодня кто-то у нас сегодня все не ладится прям совсем ну ничего прорвемся кстати ждем тебя на сори принимаю 3 решающая карта чаще кстати она очень маленькая и возможно здесь все таки будут коронные прокси гейты от паники он может быть должен отомстить просто ну что за новость была только что так ну не сказал бы что она уж прям уж ну очень маленькая мне довелось сегодня сыграть пару игр на пещере пещере зилнага с а таким такой вот парень. Такой сущим аккортером. И показал уже. Сколько АПМа? Вторая игра была то ли 28, то ли 29. То есть ну растет, видишь, вот сливал со мной одну игру и стал сразу играть лучше. Паника играет 10-ый гейт, кстати. Очень интересно. Сейчас газ пойдет. Гейт, в принципе, такой достаточно ранний, я бы сказал. Да-да-да. Про что я говорю, сейчас должен газ пойти, по идее. Неужели это зила сталкера Мазеркор? Давненько я не видел паники исполнения этой страты. Да вообще давненько не видел паники исполнения какой-либо страты. Не буду лукавить. Паника приходит, понимая, что чуть-чуть пораньше у нее гейт, чуть-чуть пораньше газ. Я думаю, зачем я все это сделал? Ну, ну, как-то реализовываю свой гейт. Посмотрим, что он будет делать. Бусты, смотри, не тратят. Рабочек за счет этого проседает сейчас на три штуки. То есть да, готовят какой-то пуш. И газилка сейчас заваривает. С другой стороны, для паники это, в принципе, не новость, что он не тратит бусты. Я неоднократно это за ним замечал. Пошел зилат. Зилат делается под бустами. Рабов не подстраивают. Нет, в час один был заказан. Похоже на зилат сталкер Мазеркор очень сильно. Я, кстати, видел в исполнении вот уже, правда, не помню, кого на корейд вынулось. Очень интересный пуш. Три гейт, астергейт. Пуш сталкера вайдреями. Очень сильный. Это в пвп матчапе? Да, в пвп. Интересно. Там приходит что-то, типа, 5-6 сталкеров и два вайдрея и сносят, в принципе, все. При правильном контроле, естественно. Ты как-то показываешь Nexus и даже камерой не двигаешь лентяй. Я слежу здесь, как бейсевая, все контролит. И, в принципе, я не отмазываюсь, а вальтабе где-то сидишь. Потому что внизу там какие-то разборки, ты даже не показываешь на стрим. Какие работки? Ну, тут Корвуд все проверял, а вот здесь все проверял. Там Зилат бьет газилку на Мэйде. Так Зилат свой? Нет, не свой. Весевая. Почему? Бьет газилку. Он мискликнул. Да, это газилка паники, видишь? Все как бы хорошо. Тут прогоняется Зилат. То есть я не вижу... А, ну здесь 4 ВГП пуш просто от паники. Пилончик вот здесь хорошо заваренный. А если 4 ВГП, то зачем был такой ранний гейт буст Зилата? Это все неправильно. Ну да, лучше уже буст в Грейтбе кинул. Но все равно он выиграет сейчас. Потому что 4 ВГП против Нексуса это... это GG. В наглую просто заваривает уже здесь пилон. Сейчас бесевая построится Нексус. Ах, чуть-чуть не хватило ему, чтобы увидеть пилончик. Здесь панику уже замедляет доход минералов. Да нет, здесь вот уже пошел варп, сталкеров. Там. Когда ты станешь Нексус, ты не отбиваешься от 4 Гейтбуш. Так. Просто невозможно. Только лезть под верчарочные надо. Сейчас нужно пробочки подняться наверх спокойненько, поставить здесь пилончик. Пробусить гейты, постоянно варпать. Зря он, кстати, спустился. На месте бесевая, я сейчас вперед вошел и на рампу не пускал. А почему бесевая сейчас не добавляет тучи гейтов у него минералов? Просто нереальное количество. Оставляю одного Зилта добивать. Зилтов наперед пускать как-то неправильно. Хорошо, контроль сталкера. Кору забирает сейчас. Зилты танкуют, сталкеры убивают сталкеров. Да, а некоторые даже убивают Киздуку. Ну и, видимо, это все. Дотводят сталкеров, чтобы не терять. Разводят этих Зилтов. Небольшой даварп. Ну тут один сталкер просто ничего не сделает. Выходит уже с пробками драться. И Зилты здесь просто в излюбленной позиции начинают нарезать. Да, это GG. Это GG. Это 2-1 паника. И паника проигрывает 1-0. Смотри-ка, собрался. Так, а теперь паника играет со скифом. Паника тут в группе Last Hope в теме предстоящего ивента написал, победа будет за мной. То есть он очень уверен в своей игре, но кое-как на самом деле борется за выход из группы. А сколько человек выходит из группы? Два. Уникал уже точно себе забронировал место. А сейчас вот паника и скиф. Подожди. А уник... Подожди, подожди, подожди. Скиф. Скиф. Проиграл униклонс. Проиграл. Но он выиграл до этого... Бесевая. Бесевая. А почему Скиф, проиграв в финале, рискует вообще не выйти из группы? Ну... Если проиграет, паника. Это неправильно. Не, ну тут видишь, как бы сетка венеров и сетка лозеров. То есть тут не как групповой этап, а тут как все-таки плей-офф матчи. То есть он проиграл и... Скиф проиграл униклонс и вылетел. Вылетел в сетку лозеров. А все-таки лозеров там как раз таки участвуют. Паника. По такой схеме так играется, так должен играть все со всеми. Кто выиграл больше очков, тот и выходит из группы. Но это не группа, понимаешь? Это с виду как группа. Но это не группа. Нужно называется группа А, а есть группа Б, значит это две группы. Ну да, да, да. Теоретически это группа. Но правила здесь не группы. Короче, паника пользуясь... Паника просто придумал очень много чего. Пользуясь своим личным геймским беспределом... Паника такой. Я из Киев. Бо-3. Чаще. О, мы заработали 28 рублей и 4 копейки. Если ты еще рекламу крутишь, подлец. Давай врубай песенку и две минуты перекура. То есть перекур, да? Пока не подчеркай. Да пока не подчеркай, давай песенку врубай. Я даже ее на стриме посмотрю с тобой. Какой вот это? Японский No Girls Band? Да, врубай. Это обалденная штука. Окей. Сейчас все будет. Оп, оп, смотрим. Стоп, ты уверен, что мы можем это показывать? Да, уверен? Ну, молчание как знак согласия. Ладно, поехали. Я абсолютно уверен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, который не связан с моим читаном. Субтитры делал DimaTorzok 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 Как мне теперь уснуть-то? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Против Бесевая ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 кстати можно было пока тут закроются пока там потоночки добавят туда-сюда можно было третью раскачать до 3 хата и дрон и дрон и дрон и дрон кстати решим поход туда идет или что что-то прокликал на третью посмотрим как паника у нас кликает выходит зелот зелот сразу идет искать этого дрона нам видно было что он шоу кору нужно немножко на рампу позвать вот зря вот ставит он рочь ворум бутаты добить 2 х паника кстати тригейт пуш устраивает и наверное хотя нет по газам все печально они делают тригейт пуш при том что ставишь на как то неадекватно да нет многие просто так делают я сам так любитель сделать но я потом просто слишком быстро он делает его к шестой минуте он не сможет все нормально раскачать там не сможет десятые минуты в четыре минуты час экономика ударятся и можно было подпушить 3 занять сразу ясно 2 2 зелотов был мне кажется не умеет и хата слишком поздно вот а уже должно было стоять но посмотри вообще нет лингов сейчас у зерга и 3 он отменят отменят потому что он поздно и поставил паника реагирует просто на третью хату ну давай отмени третью или что будем в лоб драться хочет пробить попытаться здесь паника не знаю не знаю тут уже и ручьи есть принцип подлетает кора надо бы кстати поставить пару плюточек на всяких ну вот еще товар взялков хороший тайм бар то нет на третье отменить но ты тут ничего не сделаешь в минус только разменяем за рачи заказывать почему не заказывает еще врачи о заказал отлично так получается ты за зерга я за протасов да давай отмени третье но нельзя и достроиться то наверно ждет чтобы она достроилась тогда уже и убить и третье нужно отменять по любому не просто если вот отмена просто если мало ли сейчас просто прогнали бы они тут же хотя бы выжить потому что рачей мало нужно рачи и рачи зилотами нормально отмениваются нормально можно по контролю здесь главное еще короба забрать просто нужно очень правильно микрить чтобы линки дрались со сталкерами а рачи с зилотами это поначалу очень сложно сделать в принципе все варпает и варпает варпает и варпает на кто сторон вообще не раскачивает посмотрела зерга 800 минералов он поэтому умрет сейчас пытается ворота потому что он и личинки есть и лимит есть еще минералов потому что тебя пушат это гг паника под собрался тут зилки просто танчат я собственно скиф отдался все очень круто и много минералов можно было бы рачи по транспорте видеть так само и плетки не поставил и опять тысячи минералов почти да и плеток нет и лэйр зачем-то такой ранние инъекции не делает посмотри это все скиф так великолепно сыграл списевая мазь не он то может отбиться честно все равно он потерял больше чем мог бы но по рабочим не так все печально по лимиту его больше стоит это заметить хату вторую он не потерял в принципе сейчас хороших два заказа рабочих там вот со всех личинок которые есть а личинок и сейчас нужно три гиганты в принципе две квины есть мана есть лэйр уже нужно сейчас сбривать все эти пилончики протокс к тому же не хочет продолжать мокриться он делает робу толком не раскачана у него газилка здесь вот сейчас пошло нормальная добыча роба нет грейдов никаких здесь уже два эволюшна в продакшене принципе зерк там не скажу что потерял нить игры можно было лучше можно было лучше можно в этом потерял бы рабов натурала как минимум заставить 3 восстанавливать делать кучу рабов и выходить ли там и убивать потому что куча ресурсов 12 рабочих было потеряно в атаке от паники в принципе это коллофанное преимущество по рабочим 30 лет опять стоят личинки ставят он раден делает ращи бы пытаться убивать того что есть мне кажется это неправильно пошел к нам ну мне так кажется гидродэн пошел в принципе гидродэн неплохое решение на робу сначала нужно было раскачать третью часть личинки будучи заказал от их врачей они ему честно нужны но сейчас скоро пытается проверить наличие 3 вот он паники он не понимает как же будет играть час не дать не дает проверить не дает проверить одной кивиной они все попытаются как-то в окружную за и заехать и все-таки видит и уходит да он понимает что его улынить не будут значит можно отменить одну потоночку менять потоночку делай все правильно друг отмени 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 ну 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 не успевает паника ну или дом не хочет не хочет наверно да добавляет гейтик рабочих принципе тут бустит изо всех сил начинает макрица по рабочим 35 на 42 впереди протас гидродэн достроился есть лэр пошли игры дыр какое-то перед передвижение на 25 процентов для гидры скифа плохой очень вижен он замкнут у себя тут возле 3 ну лишь опять стоит армия не нужны абсолютно нужно было экономику раскачивать 12 рабов забрал по ресурсам видим процесс потерял конечно побольше на 900 минералов чем зерк но со мной мне кажется что просто сейчас небольшое преимущество есть нам если бы он раскачал сначала третий а потом делал армия то сонил бы преимущество вообще так как куда то пошел паника с имморталами здесь принципе гидра есть гидролисков три штучки сказал что это как-то порешает да смотри сейчас просто в лоб я зависит от форс филду очень сильно да не сейчас зеркало пробивает процессы если просто сейчас паника не отойдет не на филдах можно это убить на узкой рампе да вот если он пошел бы вперед мне кажется его сожрали бы сейчас на что все это время вот четыре с половиной минуты зерк вообще не заказывал рабов это смерти подобно вообще 47 на 48 нельзя так да отличный подвар взилтов четверых в районе второй хаты видят об сервером паника что тут вообще никакого дефа нет еще спокойно сюда ворвется еще накажет несколько дронов возможно заберет к вину еще это выглупится и для финак в принципе 9 но за 5 всю армию на 4 звёта это ну паника увидел много гидры и реагируют колосятней по рабочим 54 на 48 начинает зерк немножко идти вперед паника наконец-то пошли дрова паника не занимает 3 пытается развести призмой у него уже перекачана 2 нычка есть принципе полторы тысячи ресурсов почему не поставить третий nexus сейчас не нужно массить ядру ему же щас пролететь об сервером диверсиром увидеть колосятню доставить шпиль пошла 4 от скифа скиф возвращается в игру постепенно после такого хорошего пуша и некс им у него проблема это очень плохо для зерга это очень всего 18 личинок часу зерга в наличии один иммортал здесь вышел отдался не не стоит ломиться зерк просто смотришь на вину мук и ныне должны быть маны вообще почти как инъекциях мана у нее не купится кстати у скифа есть яма заразителей но дело в том что колоссы контрят ран чидов очень хорошо и даже не доползают смотря сколько колоссов а вот инфесторы могли бы помочь неплохо скиф не понимает что есть третье несколько ручей отжимается хорошо нет просто не взять вот так вот лоб протаса не взять третье надо бы проверить было бы нам не проверяет этого скиф отступают назад там массе троще гидра вот зачем мы второй ручь вален пергут нельзя очень сильно задерживаться на пердва туда варп с призмы несколько силотов поэтому он заказывает 2 ручь в том что тос отожрется и в итоге убьет пердва лимит зерка нельзя долго сидеть на ручьи гидре да доделалась уже дальность выходит еще диксари колосс куда уходит точка сбора у них immortal здесь отдал его час колонач еще карта такая с узкими проходами тут особые драться до нигде да чисто протиская карта а призма гуси по грейдам у нас принципе все одинаково хотя сейчас у зерга 2 2 доделывается у протаса всего лишь 2 на броню то третий nexus стал туда переводится пробки потомки в таком странном месяце как будто даже не знаю ни от муты нет лингов до странные потомки пошел шпиль все-таки где-то он увидел полосов но надеюсь что даже не для муты все-таки а для трапторов ну да было бы совсем печально будет муты делать лимит 112 на 86 по рабочим зерк впереди первого сейчас таким ключом ресурсов нужно или делать на рейт эспайр сразу или ставить то ли сковорам ручьи гидре пятью хатами далеко не уедешь ну да если у зерга будет все здания прям подряд да вот просто очень сложно просто там раз лимит воздуха раз лимит там слену тос он с трех от может вполне адекватно лимит построить и ничто не сделаешь если сюда добавить шариков лимиты перед будет просто волнами разбиваться об него и ничуть просто будет почти терять артур дарков на 7 часа где-то попытается он сейчас напрячь четвертую базу этот пошел горит эспайр но проблема в том что нет аверсиров зерга а нужно ставить по плетке и спорке хотя бы по одной по сейфовой нахвату более ресурс это есть и вот дар заходит начинает нарезать огромный калий а игрит эспайр спалил спалил паника и сейчас самое то чтобы начать выход так еще и убьет его даже не начал морфить аверсиров где-то рядышком посмотри он не замечает продакшене версиров нет и минус шпиль это файла и сейчас еще минус яма заразителей весь продакшен час паника выбивает так чуть чуть не успел а если бы яма заразителю выбил бы просто на шаг назад бы откинул зерга в технологиях снова жмите завалом а пока шпиль пока 5 грит эспайра но нужно ставить два шпиля счет сразу потом делать грейд 2 морфить ну да так и делает он смотри и попытается сейчас в лоб у него есть принципе караптеры за счет которым даже знал как растягиваться колбаской хотя значит я бы сейчас из оверлорд без этих скажи чтобы как они называются без из хозяев стаи вот этих вот я бы сейчас не лез пытается здесь как-то драться здесь все филдами а угрыжу город его я вспомнил какой классный стример лишь забыл как бед лорд называется ну и здесь просто огромное количество потери лимита я говорил что не нужно ломиться плохая позиция а были бы сейчас там хотя бы штучки 45 лордом сзади гуляли ты была по-другому и не знает совсем зеркал наличие просто 3 экспанда то я в том что него личинок не хватает то что инъекции плохие нужно счет хоп и восстановить 200 лимита сразу а ему нечем и просто идет в контр-пуш видишь что собирается зерковская армия в центре пошел на лом здесь тоже просто скриво дерется сейчас его на крепе могут окружить и опять же проблема знаешь чем у него у него опять так один гравит на атаку и все на броню надо будет спросить у понять почему броня я не понимаю смысла вообще не вижу против зеркал броню делать раунд зеркал ходить это уже было добить эту кучку здесь уже 22 грей ты уже у него дома там опять 33 грей ты уже у зерга 33 грей ты паника тогда играется до 4 next идет да здесь вроде тоже все отменяется скифу нужно было забраться просто несколько бы лордов и все минус хата а чё пришел ты всей своей армии ведь аж все равно нету здесь аверсиров и делает аверсиров почему-то до сих пор заказе аверсиров нет у нее четыре штучки есть они принципе сейчас присоединятся к основной армии но надо идти хотя бы хаты прочекать что ли протасовские нужно понимать что там точно не две хата плохая разведка с бессивая монограмма там и этих мимик видов там кидалок залетал сейчас просто растерянно себя чувствует уже воздух пошел кстати да в принципе сейчас у зерга нормальный лимит но только дождаться этих ударов и 5 кораблеров заказанных и с ними вместе уже идти драться против вайдре их и гидра поможет не слабо но нужно дома оставить хотя бы там 45 рачей на всякий случай ни одной плетки ни одной спорки вообще ничего нет но это на второй базе на остальных а и нам и не тоже ничего нет а вот на 3 4 доставят черчаком че то станут летят летят будут вору у меня пугает просто 33 грыды в зерга против 3 нет уже 0 1 но 3 1 его сейчас забегает на 4 зерк сейчас начнет шатали теперь их устраивает очень большие ошибки посмотри как много летят просто чтобы отдаться они летят ё-моё ну как криво какой лиги играют скиф еще не смотри отдача будет брудов понимает от начинает летать здесь есть блин почему не блин к яйца почему не забрать а вот сейчас брудов нужно обратно им смотри рачи сзади там неправильно и позиция такая в узкой рампе когда протас такой широким должен был просто в чистом поле его разобрать чистую отведешь гидру назад рачей вперед прокликай но в принципе здесь еще неплохо размениваться зерк а как говорит санчо с размен в плюс это мема уже сказал это важно да 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 в принципе прикинем и заказы 20 ручей еще чтобы добить и нужно сейчас рваться мне тоже кажется не нужно отойти пересобраться и спасти того броду орда да неправильно сейчас делает сейчас 20 ручей который вот так вот такие значит детские ошибки и обоснованно огромная куча ресурсов понимаешь можно заказать все что угодно попытаются вот тут батоны пошли так блин 30 рачей нужно реализовать теклянда все армии кната за одним зилата надо идти пробивать хотя бы третью хату что можно в принципе сделать можно сейчас это сделать у лимита процесса боевой просто посмотреть 26 против на 106 игры даю сейчас просто дождется третьего грейда на так 5 слонов заказе против батону ноте слоны будут во первых слоны будут так себе потому что у них придав нифига нет а там батоны выходят в дирк сейчас досидится пойти и бить прям щас взор когда есть возможность выиграть игру решить тасса 3 ему добывать будет вообще негде посмотри натурал кончился main кончился твертое только ставится бывает только одна единственная локация которая храняет один колосс и 400 на ручами просто пробить на пофиг за фокусе что и пытается сделать час а не нужно мне не и же в житель за пробками убейте этот не послужит и все славы стоят еще не делают смотреть один был лок в это такой одинокий летит очень плохой контроль вот еще творится там а паника рано вышел да нет там смотри сколько рабочих от за против ни одной добывающей так это у нас был 10 это 10 в принципе довольно равная игра оба тут оба игрока допускают ошибки там ну учитывая время инактива на самом деле все это в принципе неплохо посмотрите буду я завтра карабить наверно прямо не будет самому стыдно сейчас такой классный сижу мне сверху все видно нам проще нужно все хорошо и опять карта сияние 5 карта сияние приглашаем панику приглашаем скифа который говорит что просто тыкался кнопки подряд нас приглашает принимаем 1 0 скиф впереди и сразу же старт а чё бы нет я так слово скажу там футбол начался я боли за скифа даже наверно только потому чтобы это все быстрее закончить потому что уже блин почти полночь а я все еще не жравший вечером не ты один друг мой не ты один но я знаю просто у меня в голове мысль о том что у меня на кухне ждет там нужно просто подсобраться и дожать дожать сейчас давай скиф давай не я за панику и я за панику ну давай скиф ну что ж паника пробовал с зергами открываться через фордж пробовал играть 15 nexus пробовал прокси гид ты нет не пробовал пробовал просто открываться через гейт пробовал и пушить и иммортал пуш кстати иммортал пуш который он делал да против уникала единственное что прокатило и он выиграл же да по моему да это пушит был кривой неправильно но выиграл почему он не делает то что работает и конечно просто испугался и просто инстинктивно настроил с эндрея муртала надо напугать панику он разозлится и вот типа такой из последних сил затащит кстати вот как раз кино этой карте он и делал с эндреи мартал пуша нужно позднить панику лучше нибудь еще глупая поговорить про регламент там все такое про правило паника там 6 пол и сразу быстры пошли и паника такой приходит и там стоит 6 пулов нет все всего лишь одерга пятнадцатая хата ну а что тут тут так легко и можно дефить а паника через должен думать ему вот отдаться на халявную хату или сделать какой-нибудь там оксистер гейт может быть вот здесь как нам демонстрировал бисевой так в какой или не на этой карте путаю путаю паника играет 15 nexus вот так вот вот так отвечает и ford зачем такая карта что это в принципе не окажешь то особо да 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 не тут надо ставить третью хату сразу и не париться вообще зеркс да он отменился отчетом только что зерк взорвал свой кокон личинки что-то отменил я не понял что видел да он наличие пятнадцатого nexus а и принципе копят минералы не шпан их сливал не знаем будет ли третий эти хата но ты бы вышел до в третью хата по процент это просто спасибо я запишу в книжку свою запиши нет это получение кастокрафта как алексовского халявный nexus должен кудрится халявный третий хата иначе зерба плохо будет то есть завтра я делаю против тебя 15 nexus ты приезжаешь из двух гейтов я тебе показываю ты как-то кукатыш я отменяю nexus ставлю 4 гейта и убиваете получается так да но это знаешь это первых турниры стартапа до оппонента вот если мы говорим о каких-то там стандартных ладонных играх то это именно вот так ну да надо согласен но третью хата скип не делает все-таки играет через две заказывают скорость будет раскачиваться базируется решение на том что зерк не может играть не способом не стираном в равное количество нычек зерга всегда должен быть плюс одна или он в минусе да что же я делаю вот так ну да согласен что зерк должен опережать как минимум на хату то есть две в две столсом это уже в минус на цель даже если допустим он разменивается плюс если он сейчас не планирует убивать каким-то нереально жестким крутым малыном из двух ад но он не планирует но он делает бейлингов почему добавляют гнездо гиблингов делает лэр то есть зачем лэр не могу может быть для мува а мув делается только после лэра сделано да да это я не знал кстати нет но мув боиным ирачом делается только после ловера окей от паники робо от паники добавления двух гейтов вот сейчас паника делает грейд на атаку паника кстати immortal push делает скорее всего молодец ухода вполне похоже вполне похоже да потому что играет на плюс один делай там если это будет такие mortal push что этот зерк не выживет портал push очень жесткая штука и зергом практически нереально его отбить это его не разведал прям совсем совсем рано скифа у скифа нет газа вообще как он собирается сейчас куча лингов доделать на него газилка она не добывает единственное что понимаешь отбитие mortal push очень сильно упростилась появление сварка хостов для этого нужно во время опять же во время разведать потому что вот если вспоминать времена винтов liberty ни один даже самый топовый зерк не мог тебе научить как отбиваться это mortal push а и шарить это проходил ну да wings of liberty immortal push самая сильная страта в матче пвз смотри какая прикольная прикольная здание такой пульсирующий рюм как чита жопка пай пам-пам-пам такая она нам нам кидать некуда ну как некуда кидать здесь паника хорошо все дефит ну как бы если кидать то кидать то кидать как бы пора кто то есть ему ждет еще шнадцать лингов как бы если ночью строится да не это не варьков отлично вообще а паника вообще какой то паника не понял даже что произошло вот марта такой подошел посмотрел все тихо и отошел да принципе можно было бы пытаться вот с другой стороны из вас слепая зона по-моему это у процесса это вот здесь вот там вот там в уголочке да да единственно слепая зона большинство сейчас вот уже просто выходят и отбивать это вообще нечем опять он берет собой призмочку чтобы классно контролить как он на зерна в этой статье призму избить даже нечем здесь куча лингов на самом деле если с филдами затупит и линги ворутся они все сожрут и и морковки не заметят даже да ну в принципе понимаешь как то у паники есть шанс протыкать филдами но не очень большой сейчас уже получше играет чем раньше разыгрался немножко еще один еще одна попытка червячка прорач каждую попытку стоит 200 градусов да что же как бы не халява у зерга потери четырех газа 400 градусов до весом и паника почему-то не идет он добавляет работать раба бэй добавляет файлайт добавляет еще кейт везде ставят по тоннечке чего-то тянет что в принципе на руку зергу да только зерк ничего не делать для того чтобы отбиться от моркова пуша вообще ничего кстати чё и будет если допустим вот убить нидус да и одновременно убить нидус где загрузились вся армия твоя в тартаро ультает абсолютно все весело интересно было когда-нибудь на про уровне такой вот именно оправим не знаю но однажды на даре у меня такое было я был крайне расстроен а вот допустим ну и mortal убил одновременно и ту и тот нидус ему присуждается там убита 300 из зерлингов или нет я не знаю но мне кажется что он убил просто здание по большому счету вот в принципе не экспериментировал можно попытаться проверить ради спортивного интереса да можно действительно интересно здесь призма пытается сейчас пролететь вдоль всего циферблата нашего игрового наткнется на нанычки и паника занимая третью с одним колоссом спустился вниз с рампы у нее очень много центре но у паники сейчас все шансы просто пойти и убить дает зергу время пересобраться которая зерк использует абсолютно бездарно линги сейчас ничего не сделаю просто здесь колосс который моментально сожгет все это такой привет я колосс вот варп на на одну из нычек от какая по счету раз два три четыре на пятую нычку сейчас она будет отменена честно говоря я не вижу никаких перспектив у зерга сейчас зря он варпает везде зилтов можно было и этими зилтами он доминирует и унижает ой что сделал смотри мискликнул а нет не мискликнул все правильно куча куча санок добавляет играет сам муту шесть муталей в продакшене не знаю если мысл как бы мута не факт что что-то сделает и опять ты видишь с инъекциями огромные проблемы полная королева маны и нет личинок да действительно с инъекциями плохо получается у скифа да посмотрим от его лица как он контролит он наблюдает сейчас за армией протаса высматривает там а там мимикрит есть мимикрит там прям взял так стоит вообще раньше во времена в венцах либерти мимикрит умерши своей смертью это было прям как позор для оппонента оппонента на м сепуху после этого нужно было делать ой какой хороший варп от протаса тут даже не подобраться зергу и потери сейчас будет спайра там который так в принципе ничего не принес возможно даже плюс потому что мута не в тему вообще а он ставит еще один спайра что мы терять мута линга бы линги это не тут состав армии против блин протаса волосов штормов шаров против тирана прокатила вода против тирана да очень даже играется мигер ты зашел не в тот бар тоже штормы пошли опять включается потом верчал 4 раньше времени мута пошла залетать блин к чему оттянул мутой армии нужно было линками забегать и че-то пожирать там фадона верчал включен кстати здесь мута столько что она могла бы этих сталкеров забрать да там может боится хотя нет тоже два на броню я один атаку еще до варп сложно муту муту не пытается сейчас третью убийца вот не нужного не посмотри как собачки сейчас сгорят но сейчас собаки за греца на потомки ничем красиво смотри на количество ресурсов в зерга и на его лимит это может сказать поэтому поводу отличная макро игра накопил ресурсы часа макрил ся может редко увидишь давай давай я смотри-ка заметил скиф пять с половиной к ресурсов из полимита ваша и протасу почему просто почему зерк ничего не делал не личинок ножниц как у него всего лишь личинок у девять личинок на четыре базы некция для зерга это очень важно на прям четко пын 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 тын пын 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 по пробелы между четкой там переключаются in the общем там надо немножечится ну зато потом все нормально но я бусты тоже кидает и тим тим тим-тим-тим хотя тоже бывают затыки что куча бустов ну паника прикинь отыгрывается да ну тут судя по земляк сам он неправильное решение самого начала игры состав армии неправильно абсолютно но и не тус на самом деле не прокатил там и даже если был прокатил не на тот момент был всего лишь там несколько центра не на марту если бы реально все были деньги выбежали бы с бэйлингами может не реально панику в принципе спасла фотонка потому что вообще не заметил этого небеса и чтобы было не успел кинуть зачем рекорд тоже в лоб убивалась пошли думал что в оверлорах и до бэйлинга за раза больше лимита здесь ну зеркалась и на что если такие проблемы с инъекциями нужно больше хата составит там макрохата дома там штучки 3 8000 потерял сделал зерк 8 850 во время как протас 3550 ну зерк стал сам очень редко разменивается одинаково по ресурсам но если размять одинаково то это явно зерку плюс посмотри рабочих взял ну в последнюю атаку на что еще остается делать когда ты реально не можешь свои 6 косарей потратить просто физически не не можешь тебя остается только пытаться наломиться вот всей этой кучкой на архонтов которые сейчас плачем все это сожгут собственно и шансов абсолютно то избиение просто архонты сами сожгли этих рабов тогда еще у них сразу киллсот нам по 10 по 12 и нас ждет еще одна последняя игра это 11 и решает подземнуть время зачем-то когда и так уже все устали на этом карта у нас 1 1 1 последняя на сегодня паника молодец он заметно у него повышается уровень с каждым разом я вот за ним наблюдаю с первого дня как мы познакомились он стал играть значительно лучше так карта карусель на 5 посмотрим на этого уникал опять очень сильно недоволен тобой краб ему уникал я хочу позлить панику а не уникала уникал сказал что найдет тебя я готов пусть приезжает в донецк провелся через отцепление украинской армии я его жду как то у нас кстати жестко все да и когда все это кончится очень нескоро серьезно нет даже намеков никаких осмелюсь спросить а ты какую позицию занимаешь во всей этой каши ну скажем так не зал . много они как и наделать поехали да да я готов на 5 а в россии все еще пятибалльная система да да я уже не могу это последняя игра прям вот ну даже когда же устал я хочу есть я хочу пить на меня уже очень косо поглядывают да что же я все скифы победу присуждают когда выставляю счет все у нас скифа все за скифа давайте же кто-нибудь победит и мы будем счастливы один один счет был дан я кстати опять же не подготовился абсолютно к стриму а кто будет стримить завтрашний день паника и скиф вот они отыграются на нас я думаю от всей душе да нет маша не будут друг на другу такие знаешь хмурые злые такие вот пестрим молчать никого позитива гуф рип да но я думаю с учитывая нашу песенку в перерыве мы должны получить приз ретельских симпатий по любому однозначно небритые киски в зоне риска это угар конечно это че я еще кстати насчет того видоса это че реально поцам по телеку крутят такое да они кстати и выступают на сейшенах больших это такая известная группка у них достаточно может и мне без трусов походить я здесь денег заработаю побольше кстати киш так выступал достаточно долго да 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 но и не успевает потом кражем управляет потом даже не успеет достроиться а он куда-то минералы потратил он газилку поставил вместо то если бы он сейчас не поставил газилку не 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 отвлекайся на промежать пилон 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 нельзя просто позволить протасу нужно просто бегать не давать добывать все сейчас еще байлинг бас пошел надо микрить аккуратненько очень тихо тихо нельзя отвлекаться почему все называют байлинг баста байлинг баста байлинг баста название страты почему все только я может быть так называемые замечаю многие так дела пытается старик окружает потонку эй аккуратненько надо я здесь по максимуму дронов забрать нет в принципе да пока потонкой достроилась это можно и потонку зафокусить да это гг вот так вот наказывается дамы господа а банка слишком перехалявил понимаешь он поставил сначала газилку потом фотонку потом только застроил пытался застроить проход слишком большая наглость gg там 2-1 побеждает скиф чем моего я его лично поздравляю чистого сердца ну заслужил парень выход из группы все-таки если честно и смотри-ка два зерга то есть протасы отлетели ё-моё завтра на меня большие надежды будут ставить вся команда ха-ха-ха два зерга уже учат а там ты протас и энигма еще да? да нужно вас двоих зергов вынести не ну энигма насколько я помню достаточно неплох очень неплох я помню что я от энигмы отлетал пару раз достаточно позорно и я тоже но не позорно ха-ха-ха ну что ж удачи в панике учитывая что у него в доме сидят куча панков и зная панику еще и бухают при этом тихо-тихо-тихо пьют чай икс чай рок-н-ролл в общем всем большой привет огромный привет передаем завтра поражете над нашей игрой с ТМК покажем вам надо как надо смешить народ в Болгороде там от всей души вот а с вами был краб и ТМК всем спасибо до следующих спортов пока играйте и выигрывайте пока 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 Продолжение следует...